Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёт. Сходили уже на пять свиданий с парнем, пишите вы, он безумно милый, заботливый, очень добрый, все планируют красиво ухаживать, есть одно, но у него это первое отношение, и он очень нерешительный и стеснительный в плане поцелуев и объятий. На четвёртом свидании он всё-таки решил меня поцеловать, на пятом опять был очень уверен и нерешительный, хотя я ему сказал, что если он хочет, он может брать меня за руку или целовать, и всё хорошо. Я понимаю, что он просто переживает, и всё пройдёт с опытом, но я не испытываю к нему влечения или страсти, я никак не могу понять, связано ли это с тем, что он такой стеснительный или просто у меня нет к нему влечения, поэтому, с одной стороны, мне хочется больше проводить с ним время, чтобы разобраться в эмоциях, с другой стороны, я боюсь, что если я всё это затяну, то потом будет очень больно разрывать эту связь, тем более для него это первое отношение. Как вы думаете, стоит ли об этом не с ним поговорить или просто продолжать проводить с ним время, учить его всему и надеяться, что увлечение появится? Кроме этого момента, мы с ним очень похожи в увлечениях и интересах, и мне очень нравится проводить с ним время, но я как будто не чувствую себя рядом с настоящим мужчиной. Спасибо за совет. Понимаете, здесь, в этой ситуации, на мой взгляд, нет такого прям однозначного ответа, потому что есть ряд нюансов. Во-первых, вы говорите про увлечения и пять свиданий, да, то есть вы говорите, что вы похожи, вы говорите, что, ну, вы, что вам, что вы, вот, значит, похожи в увлечениях и интересах, и что очень нравится проводить время с одной стороны. Вы говорите, вы говорите о том, что вы садили на пять свиданий, то есть если ваше взаимодействие вот таким образом формализовано, да, то есть вы, ну, грубо говоря, пересекаетесь только на свиданиях, например, то есть вы общаетесь там. Только на свиданиях. Вот. Вот. То молодой человек, конечно, будет переживать, потому что каждое свидание, это, ну, по сути, такой, знаете, как экзамен получается. Вот. Вот. Ну, естественно, это несколько, несколько стрессов. Вот. Вот. Всегда вызывает стресс, эм, такое вот, ой, как я уже сказал, высокоформализованное общение, поэтому я думаю, что, поскольку вам приятно проводить время, и вы говорите, что вы похожи в увлечениях и интересах, то самое лучшее, что бы вы могли сделать, это перевести ваше общение, да, перевести его, перевести ваше общение в ныне формализованное русло. То есть встречаться, просто там, например, гулять, просто что-то вместе делать, да, чтобы немножко вот смещать фокус с друг другом. Вот. Так быстрее пройдет привыкание, ну, в хорошем смысле, привыкание у него к вам. Это первое. Второй, второй момент. Да, он стеснительный, да, он неуверенный в себе, он робкий, и кого-то это, в общем-то, привлекает, кому-то это нравится. Ну, вам, как вы говорите, вы не чувствуете себя с настоящим мужчиной, вам это не нравится. Ну, вот, и, соответственно, если вам это не нравится, то, ну, очевидно, что по гендерной модели вам они совсем подходят, несмотря на увлечение и так далее. То есть дружить, как бы, с ним можно, да, проводить с ним время можно, а вот в отношениях находиться, наверное, по каждому не лучший вариант. Поэтому в данном случае я полагаю, что вы несколько торопитесь выступать в отношениях, вам бы имело бы смысл просто пообщаться как друзья. Вот. Чтобы получше друг другу узнать. Но, поскольку вы говорите о свиданиях, то вот в чем, как бы, специфика свидания, то, что люди почти незнакомые сразу вступают в романтические отношения. Не имеют возможности, как бы, узнать, ну, узнать друг друга получше, к сожалению. Вот. Поэтому тут такой нюанс тоже нужно учитывать. Тем не менее, решать это вам, и я думаю, что тут, ну, можно вот, можно вам что-то советовать или рекомендовать. Это решается только вы, исключительно. Вот. Дальше. К вопросу о том, вот, что вы не чувствуете себя рядом с настоящим мужчиной. Это очень такой, я бы сказал, деликатный момент, потому что, ну, с одной стороны, вы действительно можете не чувствовать себя, ну, рядом с ним. Как настоящим мужчиной, с одной стороны, вы действительно можете себя не чувствовать. И это, как бы, может являться следствием вашего, допустим, выбора. Мне, как бы, комфортно в определенной гендерной модели, определенной гендерной позиции. Да? Вот. Где, там, мужчина, например, ну, ведет себя более, более активно. Активно. Это абсолютно нормально. Абсолютно это нормально. Вот. Но бывают случаи, к сожалению, когда это является результатом попытки чего-то компенсировать. То есть, например, допустим, 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 глобально, глобально, я себя чувствую не очень защищенным. Например. И мне нужен мужчина, ну, вот, настоящий мужчина, да, такой вот, можно сказать, сильный допустим. Допустим. А, чтобы я чувствовал себя, как раз таки, защищенный. Вот. А, ну, более, более защищенный, да, чем вот я себя чувствовал. То есть, здесь, как бы, может быть, некоторая проблема. А, и вам, если эта проблема имеет место быть, ну, наверное, нужно, нужно было бы сначала решить ее. Вот. А, а уже потом думать, там, про отношения. Потому что, ну, у вас, как бы, не получится, да, чувствовать себя, вот, как-то комфортно. В, 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 в отношениях есть, у вас есть такая проблематика, к сожалению. Вот. Говоря о настоящем мужчине, также, на мой взгляд, следует отметить, что часто, часто, именно, вот этот вот, ну, идеал, можно сказать, настоящего мужчины, является ничем иным, как концепцией, то есть, некой такой идеализированной, в какой-то степени, картинкой. Что, да, вот есть, идеальный мужчина, вот, его, его, там, нужно только найти, вот, и человек ждет, вот, пока его найдет. Вот. Но, но, проблем в том, что, идеального мужчину можно искать всю жизнь. И, так и не найти, к сожалению. Поэтому, сама концепция, в данном случае, идеального мужчины, настоящего мужчины, точнее, простите, на мой взгляд, требует своего прояснения. Потому что, есть, эм, такое чувство, у меня, что, вы не столько, с человеком, эм, ну, вот, в отношениях, находитесь, да, не смотря на то, что вы говорите, что у нас там, похоже, это, увлечение, интересы и прочее, мне нравится время падает, вот, но, вы, как будто бы, ищете, вот, настоящего мужчину. И, соответственно, требуете от себя, требуете от себя, требуете от себя, испытывать увлечение к человеку. Вот. То есть, у вас есть требование от себя, от себя, на определенные ощущения и, ну, на определенные эмоции, я полагаю, я так думаю. И, соответственно, есть требование, и, эм, к человеку. На мой взгляд, естественным образом, эм, вытекающий из, из ваших, эм, требований к себе, вот. Да, как бы, то есть, ну, довольно сложно, я бы сказал, требуя, вот, чего-то от себя, да, не требовать, эм, чего-то от другого. Это, мягко говоря, ну, вот, слабо реализуемо. Вместо этого, вместо того, чтобы, грубо говоря, ну, находиться в отношениях, просто наслаждаться ими, вот. Вместо этого, вместо того, чтобы просто наслаждаться отношениями, вы пытаетесь, эм, значит, построить какую-то концепцию в своих отношениях, вот. При этом вы, ну, эм, вы игнорируете, игнорируете, да, эм, всегда вы игнорируете, игнорируете, эм, там, грубо говоря, свою природу, вы игнорируете, эм, то, что вам, там, условно говоря, могло бы хотеться, да, вот. То есть все эти вещи вы игнорируете. Опять же, вы не можете не игнорировать. Потому что нужно, чтобы у вас было, вот, обязательно, там, эм, вот, ну, обязательное наполнение, скажем так. Вот. Если его нет, то все. Вот. Поэтому здесь вы, просто-напросто, вот, ну, я бы сказал, вот, несколько не отдаетесь, эм, своим, вот, эм, чувствам. Вот. Я бы так это сказал. Эм, так мне, вот, по крайней мере, этот момент видится, вот, с точки зрения, вот, как раз, психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Хотя я понимаю, как бы, ну, что могу ошибаться здесь. Еще один важный момент заключается в том, что, как мне кажется, у вас есть чувство вины перед, ну, перед молодым человеком. Вот. То есть, как бы, эм, что это значит, в данном случае? Что, о чем я говорю, ну, что я имею ввиду, эм, говоря, вот, про чувство вины, что вы, э, не можете, не можете, э, не можете, э, получается, э, э, вести себя. Естественно. Вот. Вы не можете вести себя свободно, потому что, если у вас, э, что-то не получится с, э, ну, э, ну, мужчины допустим. то вы будете себя виноватить, вы будете себя корить например, условно говоря. Чувство вины – это проблемы личных границ, то есть не очень хорошо. К сожалению, вы судя по тому, что я вижу, раскраничиваете свою ответственность и ответственность молодого человека. А делать это необходимо, иначе каждый будет жертвовать собой для другого и ничего хорошего из этого не получится, кроме определенных проявлений созависимости, скажем так. Поэтому тут вот тоже есть такие нюансы, на которые нужно обратить внимание вам. без которых вам будет весьма и весьма сложно как-то двигаться дальше. Вот такой ответ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...